Продолжение следует... 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 А кто они там реально, это другой вопрос Вот он себя так считал Но дальше мы смотрим А что он делал Он по сути дела хотел от Польши Оторвать кусок территории И сделать на этой территории Украинское государство То есть Львов Он для поляков Если мы смотрим с их точки зрения Он был сепаратистом То есть он хотел сепарировать кусок Польского государства Абсолютно согласен Наверное для националистически настроенных Жителей Западной части Украины Наверное он был человеком, который нес им Какую-то свободу Они могли так думать Он им мог обещать Добился он этого Если их завоевали В 1939 году В 1939 году территория Украины Большая часть Принадлежала к Польше И они потом к захватам Польши Поделили в 1939 году Эту территорию И присоединили К Советскому Союзу Как вы думаете За два года За два года Эти люди адаптировались Делали с советскими людьми Да нет, конечно Нет, подождите А только вы Вы что-то это самое Слишком много Это самое Набросали Получается Мы же уже определили Что Как бы Украина Которая классическая Это Центральная часть Западной Украины Назовем ее так Ну именно По разделу Польши Какая часть Украины Ну там большой кусочек Пришел же Ну большой Очень большой Очень большой Ивано-Франковская Тернопольская Львовская И Волынская Область Ну вот Это Извините меня Территория Как В данный момент Я не знаю Как Австрия Как Австрия Вы неправильно оцениваете Это тоже Нельзя так оценивать Я объясню почему Это сколько По-вашему Какая часть От нынешней территории Украины То, что было Присоединено Какое оцениваете Одна Четвертая То есть процентов 25 Вы думаете 30 Где-то 30 Даже больше Треть значит Треть Треть Да Треть 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 По-моему Вы круто Это не основная Ипотека Ну возьмите Просто Я Я Я Вы не очень Разрешиваю По-моему Круповат Ну сегодня Ну хорошо Зафиксируем Ну хорошо Зафиксируем Получается что А еще же был кусок Который был Донецк Луганск Вот это Да Да Вот эта территория Это Это все было Присоюзом Еще был кусок Посмотрите Посмотрите Еще был кусок Буквины Да Это которые были Подрумынами Подрумынами Это Одесская Иринницкая область Кусочек И кусочек Чернигов Черневецкий Это откуда Моя мама А Вот 41 год 41 год Там тоже Там тоже Были свои Там Все прошло Все-то гладко Они просто Их сказали Вот так И те отдали Никаких военных Столковей Ничего не было Откуда Моголы в Советском Союзе Там же был Еще был 56 год Когда еще было Одно присоединение Правда? 56 год Это был Крым Это был Крым А А теперь давайте Вернемся к вопросу Вот по поводу Степана Андреевича И Почему Вот как я понимаю Почему его считают Нацистом Потому что По-моему Вот Именно Вот это Степан Андреевич Вендера И нацист И украинцы Нацист И с чего Вот это у меня Само больше Не украинцы Нацист Вы за все Я пошел Я пошел Хорошо Я пошел Скажи Скажи Вот по-моему Как я считаю Крайний национализм Который Степан Андреевич Проповедовал Это Украина Для украинцев И так далее Это фактически Один шаг До нацизма То есть Вот В Германии Германия Для немцев И так далее То есть Он просто Не смог его пройти Потому что Ему просто не дали Его сначала в фирму посадили Потом в концлагерь И так далее Он просто физически Не смог это сделать В Германии Немцам удалось Преодолеть этот шаг От крайнего национализма К нацизму Ну и Последний момент Это непосредственно Как там Декларация Про возглашение По-моему Как там Про возглашение Независимости Украины ОНР Да Или как-то Там где было Прямо сказано Что там Мы значит За эту декларацию Союзники Нацземной Германии И вот это вот все Нет Нет Там такого не было Там как-то было Было Независимость Была Независимость Нет там что-то было И мы там С нашим другом Адольфом Гитлером Значит будем там Строить Независимый Там такого не было Не было такого Блин Где-то я это читал Сейчас вот Можно попробовать Не было Декларацию Понимаете И для этого Конкретно Вот за то Что он придумал Слава Украине То вы конкретно Говорите Что он Есть фашист Он не есть фашист Он сражался За Независимость Понимаете Фашист это вообще Другое Это Как там Испания по-моему Это вообще Про нацистов Фашизм Это Италия Это Италия Италия Это я Италия Это Италия Конечно Да Фаши Фаши Национал Социалисты Да Национал Социалисты Но У нас такого Не было Почему У вас На всем Телевидении Кричат Что мы Фашисты Мы конкретно Просто-напросто В данный момент Не любим Русских Ну вот видите А кто такие русские Понимаете Кто такие русские Вот Если вы не любите Россиян Граждан России Российской Федерации Граждан России Которые поддерживают Сейчас Я Я уточняю Подождите Русские Или граждане России Потому что у нас Многонациональная страна Кого конкретно Правильно Правильно Граждане России Которые поддерживают Ваш Линию партии Ваш Ну режим Действующий Действующий режим Сто процентов В Украине Тоже действующий режим И в Америке Действующий режим Это общее слово Для обозначения Смотрите У нас Каждые 4 года Режим меняется У вас Не меняется Ну знаете Вот это Очень много Хорошего Очень много Хорошего Вот смотрите Я нашел В Википедии Вот Нововосстанавливающееся Украинское государство Будет тесно Взаимодействовать С национал Социалистической Великой Германией Которая Под руководством Своего вождя Адольфа Гитлера Создает новый порядок В Европе И в мире И помогает Украинскому народу Освободиться Из-под Гнета Московской оккупации То есть писали Все эти пункты Окей Что за ссылки Где вы нашли Это с Википедии Тут расшифровка Но тут есть документ Который Это Ну из Как это Из брошюры Короче Ну то есть можно Оригинал почитать Но тут мелком Если я на телефоне Открою Будет хреново читать Я сразу на русский Перевод прочитал Я сомневаюсь Что там Будет Перевод Сильный искажен Как бы смысл Слушай Оригинал всегда На этой страничке Есть оригинал Можно почитать Я вас понимаю Да Ну вот Именно на основании Этого Что кто Один из наших Национальных лидеров Когда-нибудь Работал Работал С нацистской Германии Да И мы С фашистским Вот Данный момент У нас Фашистское Короче Государство Фашистское Правительство Нет Ну слушайте Вы говорите Все как один Все как один Вы не сюда Вы перескочили Вы же спросили Почему так считают Я вам привел Лет аргументов Да То есть Не один из них А все вместе Да То есть Вот каждый из них По отдельности Вот если бы Была только Вот эта вот Декларация Да Вот это Про возглашение Можем было бы сказать Действительно Один из лидеров Что-то там написал Там Да И там Другие его осуждали Как бы И все такое Но мы же это берем В купе Как бы все Все вместе То есть Один, другой, третий, четвертый фактор Да И смотрим Вот уже на это дело Потому что По одному Хотите Я вам скажу Ну хотите Я вам скажу Буквально Такую вот Дальнейшую историю Украины От 2014 года И до сегодня Хотите Коротко Краткий курс Коротко Введение Введение Да Вот Беспроген Давайте 13 год Короче Декабрь месяц Вы с 14 года Прочили Подождите Вы сказали С 14 Подождите Подождите Секундочку 13 год Декабрь месяц А 13 Да 13 год Декабрь месяц Наше правительство Во главе Создаровым Президент Янукович Хотели Подписать Короче Ассоциацию Ассоциативный Просто-напросто Намерение Вступление В Евросоюз Не вступление Это даже Никто нас Никто нас Не просил туда Понимаешь Ассоциативные Это было не вступление Документы Это было не Не вступление Это даже не вступление Ассоциация Действительно Ассоциация Просто-напросто Договор О намерениях Ну да Если вы понимаете, договор о намерении. Это даже не договор, это договор о намерении. Хотели это все дело подписать. В 2013 году это все дело. Приезжают они в Брюссель. Нет, не в Брюссель, а в Страсбург. Приезжают в Страсбург. И в Страсбурге, короче. Это Еврокомиссия. Еврокомиссия. Европарламент там заседает. И отказывается. Отказывается почему? Потому что Володя Путин позвонил и сказал, ребята, я вам 3 миллиарда. Это не история. Это ваши оценки пошли. Ну какие оценки? Оценки физические. Давайте остановимся на этом моменте. Вот смотрите. Вы оцениваете как? Ему позвонил в Страсбург Володя Путин и сказал, я дам тебе 3 миллиарда, не подписывай ничего. Правильно? Он уже дал. А если посмотреть на это с другой стороны. Приехал туда Янукович. А ему говорят, подписывай ассоциацию. Он говорит, ребята, а здесь написано, что нам надо будет перейти на евростандарты. Что нам надо будет заводы поменять. Предприятия. Это все стоит денег. А мы страна бедная. Подождите, подождите. Пара-то давно. Это я с вами согласен. Только ничего ж не сделано. А ему говорят, ничего страшного. Подписывай. Он говорит, ну я не могу подписать. Где деньги-то? Дайте денег на модернизацию, на утепление, на повышение производительности труда и так далее. Они говорят, не дадим. Он говорит, ну тогда я поеду, мне Москва пообещал. И уехал. Как вам такой вариант? Такой вариант тоже может быть. Может и быть. Он был такой вариант. Он приезжает. Но тут выходит порядка 20 тысяч студентов. У нас на площадь, на Майдан. И начинают люди поставать. То бишь, люди, которые выбрали это правительство, этого президента. Им что-то не нравится. Бывает. У нас тоже выходят на улицу. Это не так, как у вас. То нельзя. У нас можно. Почему? У нас тоже можно. И у вас можно. Хорошо. Хорошо. Выявили за рамки. У нас можно. Выявили и вышли люди и сказали, ну нам не нравится. Мы не хотим этого. Мы хотим, как в Европе. А тут водят Беркут, водят ОМОН и начинают их бить. Начинают по ним стрелять. У этих детей, этих студентов. Есть папа. Есть мама. Есть. Папа, может быть, служил тоже самое в Беркуте. Служил в Афгане. Приехал, блядь, туда. Конечно. И мне сказал, ну какого хрена вы убиваете моих детей? Да. И пошел на штурм. И появился Майдан. Настоящий Майдан. Понимаешь? Да. Надо здесь остановиться. У меня есть другое предложение к вам. Альтернативная версия. Окей. Вы будете рассказывать настоящую историю, а я альтернативную. Как вам? Все вот это происходит. Выходят действительно студенты. Попаданцы нам интересны, понимаешь? Попаданцы. Но это я тебе рассказываю, как было действительно. Не, вы рассказываете, подождите, вы рассказываете вашу версию, а не то, как было. Вы же, наверное, не присутствовали каждый день. Я там жил. Я там жил. Я там жил. Ну тогда вы меня поправите. Ну тогда вы меня поправите. Значит, выходят студенты, которые недовольны. Это абсолютно нормально. Вот. Они там митингуют. Причем они митинговали, как я понимаю, довольно мирно. Правильно? Мирно, конечно. Ни в кого стульями они там и фаерами не кидали. Они митинговали. И ничего не было. Они были не за, да? Но тут близится Новый год, там все дела. Это версия альтернативная, вы понимаете, да? Надо, значит, освобождать площадь. Там у вас, у них там стояли палатки, были лагеря. Я утром, да. Боили людей. Кстати, за чей счет все это было, да? Надо подумать. Ничего страшного. Другой. Разберемся. Естественно, все это дело убирают. Естественно, это все убирают силовым методом. Понятное дело. Но, с другой стороны, вы же согласитесь с тем, что в государстве, в нормальном, любом, только органы правопорядка имеют право на насилие. Правда? То есть, вот, полицейским, да, ну, иногда военным, там, всяким, гвардейцам, им, как бы, общество делегирует право насилия. То есть, применять силу по отношению к другим гражданам общества, правильно? Преступникам, ко всяким, там, заломать какого-нибудь бандита, там, чтобы он, да, ну, что, применить насилие, короче. Ну, вы правильно сказали, что выступления были мирные. Ну, понимаете... Мирные. Понимаете, у вас есть конституция, в которой есть, там, статья, которая гарантирует каждому гражданину, и у нас такая же, соответственно, право на мирный противник. 100%. Но в этой статье есть еще вторая часть, как и у нас, которая говорит, что это право может быть ограничено. Понимаете, да? То есть, вот, например... Но если есть какие-то основания. Ну, вот, у правительства может быть любое основание, например, там, необходимо поставить новогоднюю елку на центральной площади, понимаете, да? То есть, люди могут митинговать, но они не должны мешать другим людям готовиться к новому году, как пример. Я не говорю, что этого достаточно, но как вариант, да? Соответственно, там происходят какие-то потасовки. Пока полиция не пришла, все было мирно. Пришла полиция, начала там их убирать, может быть, пинать кого-то там, да? Люди начали, естественно, кидаться, это же студенты, молодая, там, горячая кровь, да, все дела. И получается, что действительно потом выходят за них родители. А дальше полиция имеет полное право, как мы уже выяснили, да, применять насилие к своим собственным гражданам. То есть, обеспечивать правопорядок таким образом. Неважно, кто был виноват в этом. Нет, немножко... Между этим всем, между этим всем, было еще немножко такое, знаешь, как украинский языком говорит про шахт. Какой? Немножко еще было такое. Перед Новым годом наша Верховная Рада привела акт законов. А, которые назывались... Они диктаторские. Диктаторские законы, точно, точно. Диктаторские законы. Они же их не приняли, подождите. Приняли. Важно, они приняли. Их потом обменили. А, их обменили. Их потом обменили. И потом приняли. Но мы их приняли. И это был принят, это был как бы спусковой крючок. Ну, неважно. Неважно, да, я согласен. А дальше случилась вообще страшная вещь у вас на площади независимости. Это убийство мирных граждан. Ну, там сколько их... И убивали их, ваш, по-моему, 90% убивали ваши русские снайперы. Еще опять русские снайперы. А говорят грузинские. Даже видео есть, как грузины выходят с винтовками. Ну, может быть, и украинские. Самое важное. Но командовали генералы. Хорошо, хорошо. Давайте ответим на следующий вопрос. Вот, предположим, вы говорите все правильно, да? И стреляли там люди, которые так или иначе подчинялись там кому-то из Москвы. Предположим. Предположим. Неважно, кто эти люди были по национальности. У нас есть один очень важный момент у вас после того, как все это случилось. У вас Верховная Рада... Ну, да, Верховная Рада называется. Она сделала вообще, знаете, если честно, совершенно, по-моему, невообразимую вещь. Верховная Рада указом своим запретила расследовать события, произошедшие на этой площади. То есть, законодательный орган власти запретил исполнительному органу власти расследовать события. То есть, у вас есть убитые там под 100 человек, да? Может, даже больше, я точно не знаю. Но расследовать это нельзя. И это запрещено законом. То есть, если бы это были, как вы говорите, те, кто руководился... Орган коррупции, такой анализ превышен. А я думаю, нет, ну, слушайте, вы ищите черную кошку в темной комнате. Все же может быть проще. Те, кто стрелял, и те, кто попал потом в Раду, все это и по запрещенному. Ну, чтобы на себя не выйти. Попроще вариант, нет? Слишком сложно? Нет, немножко нет. А это сложный вариант по вашему? Нет, только... Что виновные или не оказавшиеся у штурвала, так сказать, идущего украинского корабля, взяли и не дали повернуть штурвал в сторону расследования. Чтобы не выйти на себя. Ну, если во время Советского Союза генерал, главный прокурор Советского Союза, Власенко, говорил, вот это важный риск, который сказали, во время расследования главное не выйти на себя. Вот, да, да, да. И самое, знаете, что там, самое прикольное, что в этом распоряжении не просто запрещено вот это расследование, но и запрещено расследование государственного переворота. То есть там какая-то, 109-я статья? Я согласен, я согласен. Вообще, как бы, в голову не лезет, как один орган, ну, одна ветвь власти указывает другой ветвью власти, да? Понимаете, у нас еще и третий орган власти, который называется судовая. Судовая? Ну, суд. Судовая, да. Судебная, да. И, как бы, занимал ее, короче, главный, короче, чувак там такой, то еле его свернули оттуда вообще. Причем незаконно, обратите на это внимание. Да, незаконно. А законно не имели права вообще оттуда его сковырнуть. О чем это говорили? Понимаете? Чтобы уровень коррупции у нас в стране такой. Причем коррупция. Подождите. Ну, это все. Это все, я вам говорю. Это уровень коррупции. Я вам открою, наверное, большую тайну, но, понимаете, вы потом попробуйте поразмыслить над таким простым тезисом. На самом деле никакой коррупции вообще не существует. Это специально придуманный термин. Вот, внимательно. Для того, чтобы сильные диктовали слабым, что им делать. То есть вот сильные, вот, например, Соединенные Штаты, да, или Россия, или Германия, они говорят, вы недостойны. Они нам то же самое говорят, да. Я вы, я сейчас нас с вами обобщаю, да. Вы недостойны. У вас высокий уровень коррупции, да. У вас там чиновники воруют. У вас там госбюджет пилит. А если мы посмотрим, что происходит в этих же странах, тех, которые нам пальчиком показывают, да. Мы увидим, как американский бюджет пилится. Мы увидим, как в Америке слово коррупция заменено на слово лоббизм, да. Как в Германии покупаются и продаются разрешения там на производство автомобилей дизельных. Помните, дизель-гейт? Скажите, пожалуйста. Коррупция, все, кто видите, злони нам указывают, чтобы в носу не ковырять, да. Как вас зовут? Как вас зовут еще раз? Хорошо. Я Александр. О, почтите. Я... Да, почтите. Скажите, пожалуйста. Я в данный момент живу в Польше. Это тоже очень коррумпированная, коррумпированная страна. Но абсолютно так. Передайте... Передайте... Подождите. Передайте 2005 по 2010 год. Я жил в Америке. Соединенных Штатах. Я тоже как бы общался абсолютно, но и имел отношение к американским некоторым органам самоуправления. Начинающим, ну вот там я резваю от местной власти до federal state. Абсолютно. Потому что имел эмиграцию, короче. Все. Я видел тоже все развитие, ну как бы изнутри все это, абсолютно всю эту процедуру. Но там нету такого галкирства, кумовства, договоровства, какое есть у нас. Я прошу прощения. Польше того тоже нету. Польше того тоже нету. Я прошу прощения. Вы помните президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего? Помните? Помню, конечно. А следующего через одного президента Джорджа Буша-младшего? Младшего-младшего, мы помним. То есть, понимаете, там все там прекрасно с кумовством. То есть, просто вы этим никогда не интересовались. Это я вам точно скажу. Не, может быть на самом верхнем уровне. Конечно. Может быть. Конечно. А нынешний президент, посмотрите. Как обычный обыватель, как обычный обыватель, я с этим не сталкиваюсь. Как обычный обыватель. Но это все равно, понимаете. И я имею в виду отношение к коррупции в данный момент Украина, Польша и Америка. Мне есть с чем сравнивать. В России, слава богу, я не жил ни разу. Я не знаю, как там у вас там все. Может быть хуже, может быть лучше. Но я сравниваю эти три страны. Я сравниваю эти три страны. Украина есть самый хуже вариант. Польша есть вариант самый лучший. В Польше невозможно договориться с полицейским. Абсолютно. Что бы ты ни нарушил. Ну, подождите, подождите. Спокойно, я живу здесь. Я живу здесь. Я понимаю, что вы договорились. Я понимаю, что вы договорились. Абсолютно. Так же самое, я прихожу в любой из зон. Я не могу дать взятку. И чтобы за меня решили какой-то вопрос. Я думаю, что сам это решайте на все вопросы. То же самое и в Америке. Я понимаю, что вы говорите. Это называется низовая коррупция. Она больше всего бросается людям в глаза. Понимаете, мне, как обывателю, в принципе, все равно, что там делается наверху. Ну как? Чтобы мне было хорошо, нормально. Мне отношения, я и государство были прозрачные. Там эти отношения прозрачные. У нас эти отношения не прозрачные. Слушайте, ну вот, смотрите, вот вы делаете громкое заявление, что мне все равно. Представьте себе, вот вы живете в Польше, да? И вот, я не знаю, вы, наверное, не гражданин, хотя тут такое дело. Я резидент. Я резидент. Ну, тем более. Ну, вот смотрите, вот представьте себе, вы бы узнали, что, например, какой-то министр, там, не знаю, обороны, например, взял и там на военном бюджете распилил бы там адское количество денег. Ну, вот, вам-то лично может быть и ничего, но если бы от этого зависела, там, не знаю, там, какая-нибудь надбавка к вашей зарплате, вы бы, наверное, тоже бы по этому поводу... Ну, верите, это зависит тоже, потому что Польша платит, например, на моих детей. Мы получаем постоянные пособия, мы их двух детей. Я получаю пособия на детей. Если в бюджете денег не будет, я не смогу получать это пособие. Представьте себе, вот какой-нибудь чиновник взял бы там наверху, украл бы денег на оборонке, да, а вместо этого могли бы пустить их там на пособия детям. Так он не крадет, так он не крадет, самое главное. То есть вы не знаете самое главное. Давайте будем честны, вы же не знаете, крадет он или нет. Кстати, Алексей, давайте разберем, мне хватает и на мои 500, и на оборону. Это совсем другое дело, понимаете? Ну, вот видите. Да, американцы, вот тут мер, они вот, ну, сами подумайте, да, вот сейчас они уходили, как яркий пример, уходили с Афганистана, да, оставили там оборудование на 2 миллиарда или 2 триллиона долларов. И посмотрите, сколько они оставили, там триллионы долларов, триллионы. Вопрос-то к чему? Но ведь тот, кто поставлял туда это все, да, они же это все, наверное, не от, как это, не из лучших побуждений человеческих, поставляя оружие. Они же за это деньги получали, правда? Госконтракты выбирали себе. Так там не только оружие, извините. Там не только оружие. Там больницы. Там техника, там школы. Все, да, базы военные. Все, там помощь. Кто-то же на этом заработал, правда? Это песчинка. Это песчинка. Да, ну смотрите, знаете, сегодня так, сегодня так. Блин, вот сорвалось, а. Вот так вот и бывает обидно. Хороший дядька. И хорошие мы с ним два варианта разных обсудили. В общем, спасибо всем, кто посмотрел. Пока.